Здравствуйте, уважаемые любители гармоники! С вами вновь магазин Тульской гармонии от Павла Уханова. Мы являемся официальными представителями фабрики Тульская гармонь, и сегодня как раз я проверяю на фабрике инструменты. И на очереди у меня есть три гармошечки, три цельнопланочных заказных моделей, причем в разных цветах и в разных тональностях. Почему бы не сделать небольшой сравнительный гармонобаттл? Решил я, и вот вы смотрите очередное сравнение. В руках у меня сейчас, повторюсь, модели заказная. Это люксовая традиционная гармонь, настоящая, мастеровая, которую желают многие гармонисты. И особенно она ценна становится, если внутри у нее цельная планка. Этот инструмент в тональности фа-диез, соотношение голосов два тенора, два пиккола. Инструмент в белом корпусе. Корпус, причем с 20-м радиусом, такой более округлый. Это видно по широким уголкам. Инкрустация из натуральной ракушки. Правая округлая алюминиевая сетка. По стандарту идет деревянная. Здесь заказчик пожелал, чтобы была сеточка алюминиевая. Итальянские перламутровые кнопки. Две причем выделенные кнопочки. Можно выделить черным цветом, а можно вот такими вот кнопками слоновой кости. Я их специально искал, у нас на фабрике не было, но нашел и поставил, чтобы они выделялись, но и в то же время не бросались в глаза. Левые кнопки увеличенные, 9,5 мм, целиковые итальянские. Еще есть вариант составных кнопок, но опять-таки заказчик пожелал цельные. Внутри, разумеется, самая совершенно механика для традиционных типов гармоник. И вот эти все характеристики, они практически одинаковые у всех трех инструментов. Ну, за небольшим исключением, но мы с вами самое главное слушаем звучание. Тональность, напомню, именно этой гармошечке фа диез. И в этом гармонном батле я буду играть одну и ту же мелодию, чтобы вам проще было сравнить разные тональности между собой. Потому что далее будет гармошка в фа мажоре черненькая, а синенькая будет в до мажоре. КОНЕЦ 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 Ну что, теперь пришла очередь черной гармоники. Она на полтончика пониже, но тональность очень близкая. Здесь фа диез, а там фа чистая. Фа мажор я могу сказать, и вы можете путать. Там фа диез, здесь фа мажор. Вообще слово мажор можно добавлять к каждой тональности. Потому что гармоника настроена изначально на мажорный звукоряд. То есть если сыграть гамму, эта гамма именно мажорная, не минорная. Поэтому, когда мы называем тональность, слово мажор можно и добавлять, и не добавлять. Потому что она и так в мажоре. Не путайте. То есть в принципе можно сказать, это гармошка в тональности фа диез, а следующая будет просто в тональности фа. Но более правильно сказать в тональности фа диез мажор, а следующая будет в тональности фа мажор. Но если я слово мажор где-то и буду упускать, вы уж меня извиняйте. Ничего в этом страшного нет. Кто-то в комментариях меня все донимал, почему я ремни под пиджак одеваю. Потому что так удобнее, пиджак не мнется и не сковывает исполнителя. Самое главное, когда вы играете на гармонике, чтобы она хорошо на вас держалась, и вы не испытывали дискомфорта, чтобы могли расслабиться и спокойно перебирать пальчиками разные нотки. Если, конечно, умеете. Тональность практически одинаковая. Разница на полтонна, но она есть. Сыграю опять тот же наигрыш. Страдания сначала медленные, потом быстрые. Но они у меня оттуда идут из головы. Поэтому немножко, возможно, по-другому сыграю. Кстати, у этой гармошки есть разница не только в цвете, а в кнопочках. Здесь идут стандартные для модели заказной кнопки правые с шурупчиками по центру. Благодаря этому она имеет такой более традиционный вид. В остальном же комплектация идентична. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот у меня в руках синенькая гармошка. И у нее есть ряд отличий. Ну, во-первых, это инкрустация. Она здесь цветная. И надпись Василек. Наверняка можете догадаться, благодаря этой надписи, как зовут заказчика. Ну, фамилию я оставлю в тайне. Что еще здесь? Здесь стандартная деревянная именно правая сетка, покрытая целлоидом. Корпус здесь с десятом радиусом. И диапазон 25 на 25. Предыдущие две гармошки были 27 на 25. Но я играл наигрыши, для которых неважно, сколько там 27. Даже можно было бы уложиться там с 22 кнопочками. А то и меньше. Но самая главная разница – это звучание, потому что здесь тональность до мажор. И другое соотношение голосов. В первых двух гармошках было два тенора, два пикола. А здесь баритон, два тенора и пиколка. Слушаем, как звучит инструмент. Слушаем, как звучит инструмент. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что же, дорогие друзья, пишите в комментариях, какая вам из трех цельнопланочных гармоник понравилась по тембру больше. Тембры разные. На вкус и цвет, как говорится товарища, нет. Эти все гармошки звучат первоклассно, но звучат по-разному. И это здорово, что русская гармонь имеет такое тембральное различие. Вот баян, вроде бы, самая современная гармошка. Куча тональностей сразу в одном инструменте, но один тембр. А у нас, как видите, три гармошки и три тембра. А было бы 12 гармоник в разных тональностях, то было бы целых 12 тембров. Это очень здорово. И каждая тональность найдет для себя своего любителя, своего поклонника. И вы пишите. Кому-то понравится наверняка в до-мажоре горбошечка вот эта синяя, а кому-то понравится беленькая фа диезе или черненькая фа мажоре. Я же не скажу, какая мне больше нравится. Почему? Да потому что они мне нравятся все. Не забывайте подписываться на наш канал. В описании указаны все наши социальные сети, наш телефон и электронная почта. Ну а если кто-то будет в Москве, то милости просим в наш магазин «Тульские гармонии» от Павла Уханова. До новых встреч!